Всем привет! Сегодняшний наш подкаст будет посвящён рассуждению на тему того, что люди не умеют поддавать вещи логическому анализу. И это заводит очень многих людей в очень серьёзные проблемы. Вообще глобально, вступая в какие-то диалоги со зрителями, я не могу сказать, что с подписчиками, потому что подписчики, которые реально на меня подписаны и уважают меня, смотрят меня много лет, они, естественно, общаются по-другому. Но какие-то залётные птички, для которых я просто один из миллиарда блогеров, через которых они за день проходят, они неосторожны в своих словах. И, естественно, они пишут, что попало, и, как правило, очень легко на это отвечать, потому что более-менее я в своей жизни руководствуюсь хотя бы какой-то логикой, если человек вообще никакой не руководствуется, он автоматически очень быстро проигрывает, и ему больше нечего сказать. И получается, что создаётся впечатление, повонял и отвалил. И эта вся тематика вообще того, насколько люди логически не оценивают свою жизнь, она уходит далеко-далеко за пределами даже вот этого просто интернет-общения. А именно я хочу привести в пример, наверное, информация, которая до меня дошла за последнее время. Я слышала раньше про индейские, пакистанские колл-центры. И как бы я никогда не изучала этот предмет детально. И вот за последнюю неделю я его изучила детально. Я, конечно, ошарашена. Я ошарашена тому, насколько беспринципные люди, насколько много преступников в мире живёт, насколько малая наказываемость. Но самое главное, я ошарашена, до какой степени людей из очень продвинутых прогрессивных стран просто невероятно легко разводят. То есть самые большие объёмы выкачивания денег благодаря скамам – это Америка, Англия и Австралия. Они занимают три первых места в мире по количеству совершаемых на них всяких кибернападений, взлом их компьютер, от того, что они отдают свои данные, того, что они пересылают, дают доступ от своих банков и так далее. То есть глобально, как оказалось, при наличии таких больших ресурсов финансовых в этих странах интернет-грамотность у людей просто нулевая. И нулевая она потому, даже не потому, что там, естественно, чаще всего жертвами становятся более пожилые люди. Но глобально то, что эти пожилые люди, так называемые, они вообще не включают логику. То есть когда я посмотрела видеозаписи того, как вообще происходят эти интернет-обманы, как из них выкачивают деньги, просто ну никогда бы в жизни это со мной просто не способно случиться, чтобы я до такой степени позволила себе отключить мозг и просто отдавать деньги моей семье, которой моя семья зарабатывала всю свою жизнь. Я не могу себе представить эту ситуацию никогда и ни в каком контексте. Вот, конечно же, я вижу и на примере очень многих моих знакомых. Я сейчас вовсе не могу сказать, что я самая умная на планете или что я самая осторожная на планете. Это вовсе не так. Но на фоне большинства людей, с которыми я познакомилась как в интернете, так и в реальной жизни, я бы сказала, что у меня среди сильной страны развито логическое мышление. То есть со мной некоторые номера просто не прокатят. И в спорах я нередко могу выиграть, просто потому что я применяю логику, и как-то у меня развиваются мысли. Естественно, у меня абсолютно точно есть свои лимиты, я сильна не во всех темах, и есть абсолютно точно тематики, в которых я не умею довести логическую цепочку до конца, потому что эта тема мне неинтересна, я её из-за этого не изучаю, от этого у меня в ней мало знаний и так далее. Но большинство каких-то рядовых бытовых ситуаций я способна логически видеть и задавать вперёд очень многие вещи. И в особенности мы с моим мужем очень много обсуждаем подобных ситуаций, он в этом плане ещё более прошаренный, чем я однозначно, и я очень много мучаюсь от него, потому что он очень логически поддаёт какие-то вещи сомнению. Я вот просто думаю, как люди очень часто вообще не включают логику никакую абсолютно. И получается, что сейчас просто бедные страны разграбливают натурально, то, что я открылась мне через вот этот пример, эти интернет-скамы, разграбливают натурально просто пожилых американцев, британцев и австралийцев, и те и рады стараться, к сожалению, потому что интернет-грамотность находится на нуле, логическое мышление находится на нуле, то есть люди все свои пожизненные сбережения хранят в интернет-банках, откуда имеют доступ и имеют компьютер, и до такой степени не интересуются тем, как охранять эти деньги, что это просто страшно. Это просто страшно. Конечно же, тут, безусловно, страшнейший аспект, то, что эти преступники, которые обманывают этих людей, это абсолютно беспринципное отсутствие любой вообще этики у этих людей и нравственности 100%. То есть они... Очень много видеозаписей существует, как они онлайн обворовывают и инвалидов, и слепых людей, и очень пожилых стариков и так далее. Это, конечно, один аспект совершенно страшный того, что в очень больших количествах очень много невероятно неэтичных людей, просто невероятно неэтичных людей. Это очень грустный факт, и это одна там сторона медали. Но другая сторона медали то, что люди, храня большие деньги на своих счетах, абсолютно не научились охранять эти деньги вообще ни на каком уровне. То есть они не задаются никакими вопросами, они ничем не интересуются, они ни о чем не знают. И в жизни я тоже часто такое вижу. Я понимаю, что ты не можешь застраховаться от всего, но очень часто в моем окружении я, например, вижу, что люди бездумно заключают какие-то страховые контракты. То есть все делают страховки, они поназаключают страховых контрактов. Потом приходит какой-то момент, они не в состоянии реализовать ни одно свое страховое право, потому что они ничего не изучили, ничего не знают, хотя на практике гремит весь мир информацией о том, как работает страхование, о том, как заключать грамотно договора, что в них вносить, что нет. После того, как вы подписали, у вас нет никаких уже прав, если говорить конкретно про эту систему страхования. Но до того, как вы подписали, у вас очень много прав, и они пойдут на очень многие уступки. По крайней мере, я говорю сейчас о Европе, там об Америке, я не знаю, как это функционирует. За пределами Европы. Но в Европе это так, что тебя будут пытаться удержать и идти себе на большинство уступок, пока ты не подписал контракт, лишь бы ты только стал клиентом и начал им платить деньги. Когда же ты уже деньги заплатил, у тебя там прав появляется совсем немного, потому что ты даже если спохватишься, захочешь что-то переиграть, то все равно ты там, по сути, только через год сможешь этот контракт каким-то образом остановить, поэтому будешь ты платить как миленький и все. Поэтому тут подписывая какого-то рода такие вещи, нужно очень изучать. И в моих видео про ипотеки я часто поднимала эти темы, что очень многие люди не заморачиваются даже просто оплатить переводчика, чтобы прочитать контракт достойно по чешской ипотеке. Подписывают долг на 30-40 лет, просто абсолютно не вникая и полагаясь на то, что это типовой договор, где банк продумал их интересы и так далее. На практике банк продумал свои интересы. Понятно, что, естественно, в Европейском Союзе мы очень сильно защищены законами, поэтому, конечно же, доверие людей к государственным или полугосударственным каким-то учреждениям или учреждениям, которые в большой мере, как банки, контролируются государством, то мы более-менее расслабились, это понятно, да, потому что мы защищены законом. И в Чехии, например, такой закон, что какой бы контракт ты ни подписал, если он противоречит закону, он просто недействителен. Поэтому, например, ты не можешь подписать, даже если ты подпишешь, например, контракт, что тебя могут одним днем уволить без компенсации, без всего с работы, то по факту это чушь собачья. И поэтому, когда твой работодатель реализует право и уволит тебя вот так одним днем без компенсации, ты пойдешь в суд и просто автоматически выигрываешь, потому что это противоречит закону. Поэтому в этом контексте, конечно же, мы защищены тем, что государство продумало и позаботилось о многих вещах. Но это абсолютно точно не значит, что мы вообще должны теперь снять руку с пульса и расслабиться до такой степени, чтобы мы сидели уже так в зоне комфорта, как на примере вот этих вот интернет-разводов, да, что мы просто вообще бы не включали свою голову. То есть у нас, ну, вы посмотрите просто, да, это на английском языке, я очень много смотрю, как эти пакистанские, индийские колл-центры разводят просто людей. Эти аудиозаписи, они шокирующие. Там такой бред, что я просто не представляю, кто в своем уме может на это покупаться. Но объективные данные таковы, что каждая более-менее крупная такая компания разводит людей на 3 миллиона долларов в год. То есть это не просто где-то проскочившие 3 или 5 баксов, они разводят людей на 3 миллиона долларов в год. Это невероятно огромная индустрия. Да, это только одна индустрия этих интернет-разводов, таких разводов всевозможных. Просто полно. А еще это мы сейчас говорим только там о богатых странах. Их, конечно же, полным-полно во всех странах. И в бедных странах люди разводят друг друга. Поэтому вообще глобально уровни этой индустрии даже тяжело в каких-то суммах объективно в мире назвать. Я думаю, что там просто миллиарды и триллиарды, наверное, в игре. До какой степени просто играют на безграмотности, доверии, необразованности и лени людской. И поэтому люди становятся очень легко жертвами подобных ситуаций. Также я вижу, что и в личной жизни далеко за пределами интернета и интернет-грамотности люди также логическому анализу ничего не поддают. И очень часто, например, в каких-то личных отношениях, в дружбе, в построении каких-то дружеских социальных отношений одна и та же ошибка. И я ее тоже очень часто совершала, когда я была моложе. И как-то с возрастом я научилась смотреть в суть, и это спасло меня от очень многих, как я вижу, совершенно ненужных, неправильных и строящихся по совершенно неправильным канонам отношений. Очень часто люди складывают портрет своего потенциального друга или человека, которого они просят в свой круг, в свое окружение, только на основании того, что этот человек сам говорит о себе, вместо того, чтобы логически выстраивать его портрет самому, наблюдая за его действиями. Потому что, естественно, когда ты вступаешь в более близкие отношения, человек тебе открывается. Ты видишь, как он себя ведет в радости, в горести, как он себя ведет, когда ты там болеешь, когда ты на дне, когда тебе нужен совет или, наоборот, за тебя порадоваться. Он тебе открывается, он начинает открываться тебе, анализируя там своих родителей, детей, родственников, других друзей, ты видишь его как на ладони в очень большой степени. Если ты хотя бы немножечко там какой-то философии и психологии разбираешься человеческой, то ты начинаешь видеть этого человека. Но многие люди покупаются не на то, что они видят, а на то, что человек говорит о себе. И вот то, что я вижу на протяжении лет, это то, что люди о себе говорят, совсем не то, что они собой представляют. Они говорят то, что они хотели бы представлять собой. Они говорят то, как о них бы хотели бы производить какой эффект на публику. Но вовсе не то, чем они являются на самом деле. И мало вообще людей, во-первых, способны осознать собственные ошибки, чтобы о себе объективно, свободно рассуждать. Второе, далеко не все хотят делиться своими какими-то ошибками, недоработками с другими, что совершенно понятно, потому что мир таков, что люди объективно могут использовать это против тебя. И ты поделишься, а потом еще и получишь за это втык. И, конечно же, каждый боится оказаться в этом положении, поэтому как бы этот элемент искренности, он уходит. И поэтому каждый пытается бросать друг другу пыль в глаза. И какие-то, знаете, такие несостыковки, которые поразительным образом производят эффект на людей. То есть, грубо говоря, садится какая-нибудь подруга и говорит тебе, что вот, не знаю, муж там просто деятельный, безумно такой вот весь успешный, у него море знакомых, у него схвачен бизнес просто, он зарабатывает деньги кругом и везде, он знает полгорода, он со всеми в отношениях. И вот я бах, там смотрю, и вот половину моих подруг просто одним махом этот человек убеждает в том, что это так. Но ты начинаешь поддавать это какому-то критическому анализу, и у этих людей нет объективно денег. Ты просто видишь, что все друзья, с которыми ты этого мужа когда-либо видел, они какие-то выпивохи, совершенно не тянущие ни на каких бизнесменов и так далее. Знаете, то есть люди объективно не поддают ничего анализу. У нас знакомый один вот недавно рассказывал ситуацию, говорит, была какая-то встреча с начальником у них в фирме, и начальник такой, какая-то такая сомнительная персона, которая очень редко появляется вообще. И каждый раз, когда появляется, рассказывает только о своих неимоверных достижениях. Как он там, то с Трампом он сидел, то еще с кем-то он сидел, там беседовал в ресторане, еще где-то. И постоянно какие-то истории, которые объективно не сильно сидят в его портрету. Но люди на это реагируют очень сильно и считают, что он крутой начальник и все дела. и что-то все, вот деньги, вот машину там купил, там вот не знаю, теперь следующую там Феррари или Ламборгини покупать. А потом они вышли и стоят в очередь в банкомат. И он видит, этот наш знакомый стал в очередь за своим этим директором и видит, как директор из банкомата выбирает 200 крон. И этот наш знакомый говорит, вот я не будучи там знакомым Трампа и всего я даже не знал, что банкомат выдает такие суммы просто. Я не знал, что такую крохотную сумму можно оттуда вообще получить, понимаете. И в этот момент вот через вот эти маленькие вещи виден этот уровень. И я к тому, что очень много людей и в личных отношениях, и профессиональных, и вот в этих интернет-обманах они сыгрывают на том, что они производят усиленно эффект совершенно не тот, который они собой представляют. И если бы люди поддавали это критическому анализу, то они бы никогда в жизни ни в личных отношениях, ни в профессиональных, ни в этих всех разводах не попадали бы в те ситуации, в которые они попадают. Потому что глобально просто люди верят вот этой вот всей чуши, которую им говорят. Даже то, как происходят эти разводы, они происходят по определенным психологическим канонам. Если проследить вообще, как они происходят, они вот абсолютно четко воздействуют. То есть сначала они супермилые и приятные эти люди по телефону, они входят с тобой в доверие. Потом они тебя немножечко берут так это, так сказать, за шманты, где-то тебе так немножко показывают свою силу, чтобы ты уже там побаивался. А потом, когда они уже полностью тебя там берут в расход и уже остается тебе только вывалить деньги, они показывают свое истинное лицо и начинают конкретно угрожать тебе и все. И абсолютное большинство людей молниеносно поддаются на эти угрозы. То есть вместо того, чтобы сказать, «Слышишь ты, я тебя записываю, ты мне угрожать не будешь, преступник здесь ты, я в полицию сейчас иду», то люди вместо этого начинают бояться и наоборот давать задний ход. Вот. И это тоже самое ровно касается и личных отношений, и всего на свете, что все совсем не такое, как кажется. И очень часто очень слабые люди с очень маленькой властью пытаются просто тебя голосом надавить на тебя, выкрикивать фразы, что ты меня вот этим не возьмешь и все. Хотя на практике речь идет только о том, что этот человек внутренне очень слабый, он чувствует, что вот-вот до него внутренне доберутся от этого все эти выкрики, от этого попытка восстановить вот эту стену, за которой реально ничего не стоит. То есть этот человек, кроме выстраивания этой искусственной стены, больше не в состоянии сделать абсолютно ничего. Вот. Поэтому тут вообще, конечно, глобально, ребята, нужно быть очень осторожным. Сейчас, видите, сейчас в мире идет манипуляция еще и с психологией, потому что психологическая литература стала гораздо более доступна, чем это было там лет 40 назад, да? Стало очень много высокоуровневых психологов, лучших психологов в мире. Они стали публикации делать, они стали вести видеоканалы, они стали издавать книги. От этого они раскрывают постепенно, как читать язык тела, да? Как читать язык голоса и так далее. Они помогают расщепить, так сказать, вот эту психологическую молекулу, этот портрет и понять, как это работает, что, конечно же, могут использовать люди неправильно, да? Неправильно работать с этой информацией. От этого мы, конечно, все стали гораздо более уязвимыми. В нашем мире, если ты хочешь как-то идти немножко впереди других, чтобы тебя так легко не разгадывали, не читали, не манипулировали, не обманывали, то тебе приходится новые и новые какие-то границы создавать, безусловно. Но тут мир такой просто. Нас стало много за тем, что нас много, стала большая конкуренция за ресурсы, деньги, счастье, место для жизни, города и так далее. Идёт постоянная вот эта вот борьба, которая от того, что мы уже просто объективно не помещаемся на планете. Поэтому дальше, чем больше будет расти наше население, тем эта борьба будет ещё более ожесточённой. Да, уже сегодня очень многие люди на планете не имеют доступа к хорошему питанию, то, чем нас кормят. В большинстве своём то, на что есть у абсолютного большинства в магазинах деньги, это помой, которые напичканы, гмо, это еда, которая непригодна, вообще она просто позволяет выживать, но совершенно речь идёт не о том, чтобы это какое-то задел на будущее, здоровое питание или что-то. Абсолютное большинство фруктов нам всем говорят, фрукты кушайте пачками, это здоровье, это всё абсолютно не донося до нас, то, что эти гмошные фрукты, забрызганные пестицидами и гербицидами, они приносят больше вред, чем польза. Но это отдельная тема. Но уже нету доступа к ресурсам, нету доступа к большому жилью, нету доступа к свободной природе, нету доступа к хорошему питанию и так далее и тому подобное. Это дальше будет ожесточаться всё. Поэтому, если мы не научимся быть всегда впереди, изучать всегда всё ещё больше вперёд, обезопасивать себя от людей, которые разгадали наш психологический код, то мы просто постоянно будем в проигрывающей позиции. Именно поэтому получается, что вот эти вот бедные пожилые люди, которых разводят эти скамеры, они подпадают автоматически сразу под несколько категорий. То есть, они психологически их код разгадали, и они не изучают ничего, чтобы психологически быть более защищёнными. Их технически разгадали, и они не пытаются приобретать никаких технических знаний, которые помогали им обезопасивать свои кошельки. И к этому ещё их на человеческом уровне разгадали. И они тоже за этим не поспевают, потому что они вместо того, чтобы… То есть, развитие не заканчивается никогда, вне зависимости от того, тебе 60, 70, 80 или даже 90 лет, да? И есть люди на планете, которые прекрасно это доказывают, что это развитие не заканчивается никогда. Поэтому в наше время, когда люди там в 40 лет говорят, ну вот не умею я с компьютерами и всё, ну вот не умею, ты потенци… Во-первых, когда ты это публично признаёшь, ты автоматически становишься просто потенциальной мишенью для всевозможных разводов, потому что сейчас в интернете просто изучите эту тему. Запредельное количество скамов разводят самыми невероятными способами, в особенности пока ещё большей частью жертвами становятся англоязычные люди, потому что это большая языковая группа, при этом однородная, богатая и так далее. То есть, пока ещё они, но это вопрос времени, с какой скоростью это всё распространится во все остальные страны. вот, если вы не умеете с компьютером, перестаньте это говорить, а учитесь, потому что вас будут просто разводить, разводить и разводить. Вы всё равно в современной жизни не способны компьютером не пользоваться. Как только вы открываете себе e-mail, вы становитесь потенциальной жертвой для всевозможных разводов, обманов и выжимания денег через интернет. Поэтому, если вы не будете в этой сфере начитаны, образованы, вы будете первой жертвой. И абсолютно точно эти люди не щадят ничего. Они снимают со счёта все деньги, которые у вас там есть. Поэтому любые накопления, любые всё, там страшные вещи совершенно. Они оставляют людей банкротами, полными банкротами, снимая все их пожизненные сбережения. Поэтому там вообще речь не идёт о том, что они раньше, когда появлялись только эти интернет-разводы, они были зацелены реально там на 5-10 долларов. Это всё уже в прошлом, благодаря современным технологиям. Они разводят на тысячи, десятки тысяч долларов. Поэтому там уже детские игры совсем закончились. И в наше время не уметь обращаться с интернетом можно только тем людям, которые вообще его никогда не открывают. Если вы открываете интернет, пользуетесь имейлом, ещё чем-то и думаете, что мне достаточно будет только это зазубрить, и я не должен больше ни во что вникать, вы ошибаетесь, потому что на этом сыграют. Вас разоблачат молниеносно, вам позвонят случайно под предлогом, что с вас можно вытянуть 5 баксов. Они за 10 минут прощупают, что вы не знаете вообще ничего, и вытянут с вас всё, что вы можете. И поскольку у вас нет технических навыков, и вы не включаете вот эту логику, вы им абсолютно того не понимая, дадите все информации, потому что вы не понимаете, какая из этих информации может являться самой опасной для раздачи. То есть вы просто какой-то сегмент информации дадите, которого им будет достаточно, чтобы вскрыть ваш счёт, и вы не будете понимать, что вы это дали. Поэтому абсолютное большинство этих разводов в интернете сыграно на сугубо абсолютно технической безграмотности и отсутствии начитанности в современной сфере. То есть просто с тем, что люди, хотя об этом кричат все газеты и журналы, люди на это не тратят времени. Они лучше сидят в скандалах у знаменитостей, читают ещё что-то вместо того, чтобы образовываться и вникать в эти ситуации. Вот. Поэтому как бы я просто это маленький пример на большую тему. Я не хочу растягивать этот аудиофайл на два часа, но об этом, конечно же, можно говорить абсолютно точно бесполезно, просто на этом примере хорошо показано, как вообще, но и на личном фоне, и в рамках семьи, и в рамках друзей, и в рамках любых социальных отношений работают ровно те же самые законы. Если вы не будете достаточно прошаренным, вас будут просто выжимать, вас будут использовать, вас будут неправильно работать с информацией, которую вы даёте и так далее. В наше время каждый смотрит только себя. Если не умеем психологически читать людей, можем стать жертвами абсолютно ненужных нам в жизни манипуляций и так далее и тому подобное. Вот так. Спасибо большое за внимание. На этом пока всё. Пока! субтитры субтитры